Привет, сова! Как дела? Только что приехали? Только из дома пришла. Я не могу понять, тебя кормили или нет? Угу. Вроде я не просила маму ёлку и кофе сегодня кормить, но у кофе лежит свежая крыса. То ли он вчера не ел и её только сегодня есть начал. Вот. Но она лежит у него на другом пенёчке, а не где я обычно кладу. И вот в холодильнике на самом деле мало крыс почему-то. Ёль, может быть, уже съела. Короче, я не знаю, так вексе нечто, мама их покормила. Хотя я просила не кормить. Угу. Да, Ёль. Просила только крыс вечером сегодня. Вон она перо сожрала. У неё... Пуаро. Да, Пуаро там. Перо одно. Ну, Ёль. И вот перо было второе. Ёлка начала линять. Да, ты молодец, Сова. Скажи, её очень старательная молодец. Да? Вот. Вот. Ещё. Я вот не знаю, собирать мне такие куски перьев на рептилиумы. Нужны кому-нибудь жёбаные ёлкины перья, как сувениры. Или нет. Причём это... Это у неё тоже вроде из крыла. Ты вообще, да? Такая Ася. Угу. Ну, в общем, ладно. Я их пока заберу. Вдруг кому-то надо. Ну, ладно. Я уже звонить маме не буду, спрашивать. Нет. Я приехала. Уже всех покормила. Всех проверила. Лучик. Что ты там увидела? Это я свет только что включила. У него глаза ошельные. Вот. То есть я уже всё обошла. Всё посмотрела. Мышей покормила. Всех потыкала пальцами. В общем, всё как обычно. Всё хорошо. И я кинулась в первую очередь распаковывать свои растения новые. Ну, понимаешь, что у меня нет сил. Плюс ещё надо бы снять видео. Вот, что у меня тут. начала. Но на самом деле здесь просто какая-то длинная большая история с орхидеями. И не только. Мне подписчики подарили много растений. Причём они даже не все здесь. На улице у меня клён стоит. Чёрный клён. Тыквы стоят. Где-то у меня черенки хой лежат. Блин, я приклеилась. Вот. Но здесь орхидеи. от Зебо Орхидс. Я сейчас кинулась распаковывать, но поняла, что это надо снимать отдельно, потому что орхидеи вообще должны были отправляться с Деком. Вот они уже упакованы для с Деком. И вот я две распаковала. И надо снять видео, показать, как они запакованы на самом деле. Вот эти ещё не успели запаковать, но они у меня. И всё потому, что очень замечательный человек Дана Протасова. Это блогер, орхидейный блогер, на которую я подписана. Мы как-то... Я в комментариях мне писала тоже с вопросиками какими-то у неё в блоге, в ютубчике. Она отвечала. Вот. И тут слово за слово там фаленопсисом по столу я у неё спросила, не нужен ли ей живой мох. Она как раз в каком-то из своих видео написала, точнее, сказала, что бережёт мох, что живой мох непонятно где чего. Говорит, как, а у меня его там болото целое. Я говорю, могу привезти либо там в зоопарк, если забрать, либо на рептилиум. Она говорит, да, хорошо, заберу с рептилиума. Я, значит, ей сумку такую там ха набрала. И в субботу как раз она мне пишет, говорит, я сейчас у ЗИБО, а тут твои, вот, орхидеи, твой заказ, который с ДЭКом ещё не отправлен. Я на самом деле думала, что их, наверное, уже должны отправить. Вот. Они, вот они. Вот. А я, говорит, могу их захватить. Отлично, говорю, просто супер. И она мне их привезла. Дана, за что ей огромное спасибо. Это мои заказики скромные. Я, на самом деле, выбираю сейчас самые дешёвые, но такие вот орхидеи, которые мне, как бы, не страшны, если вдруг что я замарю. То есть, на орхидеи там дорогие я не решаюсь замахиваться. Вот это мне подарила подписчица, принесла. Она её нашла где-то на рептилиуме. Офигенный, крупный такой беглип, просто в очень классном состоянии. Это была первая в субботу орхидея. Я вот в восторге. Спасибо огромное. Вот это вот. Я пока их не трогаю. Завтра буду уже вынимать всё это. В коробочке я тоже из коробочек завтра выну. Но пока две первых я достала, просто посмотреть мне было очень интересно, как они там внутри. Вот. Это вот такое вот чудо. Это на самом деле качество второй сорт, поэтому они были дешёвые. и вот в телеграмме у Зибо на каждый вот сначала идёт обзор поставки, на следующий день идёт как бы бронирование продажа. О некоторых вот это был микс, по-моему, по одной штуке. Ну, я не помню. Я в основном спевала вот те, что по одной штуке, которые были там недорогие. Вот. И вот сейчас я их смотрю. То есть, она уже отцветает. Видно, отцветает. Здесь из точки роста растёт. Но это не страшно. Я думаю, она даст детку. Корни очень хорошие. Вот. И мне прямо интересно смотреть, что там есть. Такое. Тоже. Вот. Это я ещё не дораспаковала. Вот они упаковываются сначала вот так скотчем заматывается горшочек и салфеткой нетканной. А потом этот горшочек упаковывается вот в такую бумагу плотненько и кладётся вот в такой коробочку. И так отправляются. Очень надёжно упакованы. Сейчас тепло, лето, поэтому они не утеплены. И это очень-очень мне прям понравилось. И здорово, что вот я могу посмотреть, как это, потому что я ещё не получала тут посылки. Вот. А вот это мне подарили. я не знаю от какого садовника это и в каком магазине приобретено, выращено, но подарила мне их та же подписчица и как любительница орхидей, которая подарила мне ту огромную коллекцию азиатских орхидей, которая у меня сейчас в котельной там висит. Причём это было очень внезапно. Я прихожу, то есть я же там хожу, брожу, как раз закончила стрим, проводила, то есть Дану проводила до КПП, до этого, до шлагбаума. Значит, на обратном пути я закончила стрим, возвращаюсь, а у нас около столов стоят вот эти пакеты с орхидеями. И никто не может сказать, кто это принёс. Говорит, девушка принесла и быстро ушла, побоявшись, что это увидит Артём. Вот. И она вот принесла эти орхидеи, а потом я уже, то есть вечером мне написала. И я вот просто в шоке, в восторге, причём они уже пересажены, вот они в горшках там стоят, пересажены. Вот это просто волшебное волшебство. Это Дендробиум Нобили, причём он маленький, маленький, такой густой, густой куст с маленькими вот этими морковками и некрупными, но такими пышными цветами. И пахнет он какое-то сочетание ландышей, цитрусовых, сиреней, вот прям какой-то такой очень приятный аромат. Я в восторге просто. Я не видела такое в продаже, мне не попадалось, но вот вот прям вообще очень ароматный и очень классный. это просто царский подарок. Я вот я под впечатлением на самом деле, потому что ну когда вот увлекаешься, начинаешь чем-то, это настолько приятно и так классно. И вот у меня пока эмоции, вот у меня прям вот всё это. Фикус лировидный, причём это какая-то вот карликовая форма, мне даже кто-то сказал, как это правильно называется, я естественно забыла, но вот тоже такого у меня нет и он мне очень нравится. То есть есть лировидный фикус с огромными листьями, вот такими вот там по 30 сантиметров длиной, если не больше, а этот какой-то компактный. Вот. И прям вообще класс. Ещё. Так, ещё. Я вот ещё завтра доснимаю на самом деле, потому что сейчас мне нет сил, сейчас ночь, тёмная, тёмная ночь, мне надо уже спать эти, я останавливаю всю эту распаковку, оставляю, потому что я сейчас больше, наверное, поломаю тут дров, чем нормально распакую что-то и пристрою. Лучше завтра всё это делать. Вот. Ещё я не помню, как это называется, но это какая-то страшная штука, которую я тоже приобрела вот в таком виде, причём здесь она какая-то подсохшая. Вот. И она ещё вот в таком виде. Это какой-то суккулент, недокактус, недоперикактус, вот оно. Здесь получше, посвежее палочки. Вот, в общем, такое вот тоже. И вот это драцена. Кудрявая такая драцена. Очень мне понравилась. Вот. Это я приобрела уже добровольно сама. Вот. Ладно, я тогда всё остальное покажу завтра. Ну, из растений, потому что всё-таки они ждать распаковки не будут. Вот. Ну, Дану мы показывали на рептилиуме. Мне очень понравилась её реакция. Я представляю, конечно, вот человек, который боится змеи, боится пауков. Я сейчас, кстати, села распаковывать, включила её видео, которое она сегодня утром выложила. А там как раз про меня. Там я узнала, что оказывается, у меня где-то в комментариях кто-то пишет, что я такая-раз-такая бесплатно там вот на донаты покупаю себе орхидеи. Но на самом деле я их покупаю, наверное, не на донаты, а на зарплату с этой рекламной сети Яндекса, которая сейчас вот монетизацию в Телеграме, рекламу, кто видел, меня включили. Вот. Я получила оттуда зарплату и такая цветочки. Вот. А насчёт донатов вы, пожалуйста, не беспокойтесь. Вот, например, сегодня мы купили комплект от светильника с лампой специальной для птиц ХЗ Вольер за 15 тысяч. Она не самая дорогая, она единственная. То есть единственная такая, у меня нет выбора, там как бы негде, нет дешевле, нет дороже. Вот что было, то я купила, что сейчас реально купить. Точно такой же висит у сплюшек вольерия. Можно, кстати, показать. Светил всю зиму и вот под его светом вот эта вот драцена, которая там стояла, то есть вот она приехала ко мне у Натальи Глазуновой, она вот такая, доросла, а вот этот вот кусок, вот он, огромный такой, вот эти куски, это выросло под той лампой. То есть лампа реально очень мощная, очень светлая. Вот. И вот я это всё донаты, считайте, трачу вот на птиц. Вольеры строим. Вот сейчас я покажу вот эту вот лампу, видите? Вот такая мощная лампа, она с адаптером. Так, вот она там, у меня на таймере сейчас она выключена. Вот. И вот точно такой же комплект я приобрела ещё один. 15 тысяч вот это вот всё стоит. Слышали, да? Такие, да ну нафиг. А орхидейки, ну да, это я себе, наверное, вместо, вместо чего? Вместо нагадочков. Вот. Кстати, у меня отключили рекламу на канале Ёлки-Палки в Телеграме, где я про растение показывала и рассказывала. Я его всё равно буду вести. Но написали, типа, не соответствуют правилам, каким не написали, но это опять какая-нибудь там начинается у вас были недействительные клики по рекламе, ещё что-нибудь там. Типа, попробуйте через месяц написать модератором. Ну, ждём, когда пройдёт месяц. Вот. Короче, не покупайте первую орхидею, это затягивает. я очень жалею, что я не знала про зебо намного раньше. А может, и хорошо, потому что я начала покупать вот уценку в обе, вот они стоят. В принципе, живут, бывут, всё нормально, и я не жалею, потому что то, что их накупила, потому что эта уценка достаточно такая серьёзная, там, 400 рублей стоимость. Вот, тут лезут листья. И я успела потренироваться на кошках. Вот. Теперь вот уже можно приобретать такие цветущие хорошие орхидеи, причём это, ну, цены, они не дороже, чем в обе. За, ну, без уценки, да, за цены. Но там в обе таких не найдёшь. Меня вот это шокировало, то, что у них есть такое. Вот. И сейчас, в принципе, я удовлетворила практически все свои желания орхидейные, пока вот. И надо вот с этим разбираться, искать ему место и всё это ставить и красиво сажать, пересажать. У меня вот здесь уже, кстати, вот много стоит, которые вот отсветают. Они, я их сюда буду приносить. Вот. Это то, что мне Артём на 8 марта из Питера привёз. Это мне вот подарили кусочек ванды. То, что в посылке пришло. Я, кстати, ещё не показала это видео. Я, может, уже покажу к тому, как это выйдет. Это с архидиума. Вот ванда вот так сейчас в горшочке. Это, кстати, тоже с архидиума адениума. Вот так вот они тут торчат. Это с рептилиума питерского. Не помню, как это называется. Драконова штука такая. Вот. Ну и вот здесь у меня тоже в посылочке подарочек пришёл. Вот это. Котлейка моем это. И ми, как её, макселярия. Вот тут. А это садовые орхидеи, кстати. Не знаю только, что с листом этим делать. Он подгорел, пока еду. И мой дендробиум, который я зимой розовый такой, неонового цвета розового. Вот. Ну, в общем, вот. А началось, я решила снять сейчас видео, потому что я такая села распаковывать, включаю там видеоданные, слышу про себя и про рептилиум. Очень весело. На самом деле, очень приятно слышать такое. Вот. Ну и хочу успокоить там подписчиков, которые беспокоятся за чужие донатики, то есть посторонних людей, которые донатят мне. И вот есть люди, которые переживают за чужие деньги, что я вот трачу на такое. Вы не переживайте. Всё хорошо. Я не только на цветочки трачу, но на самом деле злоупотреблять добротой наших подписчиков, я не злоупотребляю. А это моя честная заработанная зарплата, которая для трепания нервов Артёма, например. Ну всё, я пойду спать. Кстати, вот у меня росыпь тюльпанов. Это то, что после цветения ушло в утиль в зоопарке. Не знаю, правильно ли я их почистила. Вот они у меня сохнут сейчас. Вроде с ними порядочек. А так они в помойку уходили. Ну не я одна из мешков доставали. Они были выдернуты прям вот так. То есть после цветения они не набрали силу, но через годик может быть зацветут. Не на следующее лето, так через лето. Если их не сожрут мыши, конечно. Я так не закончу это видео. И вообще это должно быть было вступление перед распаковкой. Но похоже тут уже минут на 15 это вступление. И да, я просто не могу насмотреться. Мне очень хочется все это вытащить. Вытащить, рассмотреть, понюхать, расставить. Но нет, я это буду делать потом. Пока я трындела про цветочки, Артем, оказывается, занес все в дом. Все, все. У нас тут еще же вот тут должно быть. Сейчас покажу. поскольку наш хайп от старости закончился, теперь у нас будет новый хайп. Хайп второй. Красно-синих не было, поэтому у нас красный. Красный будет хайп. Мне его сейчас надо будет выпустить в аквариум, чтобы он не томился в Шишкином лесу. Да, Мароша, смотри, рыбонька. Как тебе? Такая что-то странное. Вот. Это единственная живность, которую я приобрела. Кроме растений. Забыла взять мокричек у Нади. Но ничего, они, если что, я в зоопарке заберу. Там у меня очень классные мокрички были. Да, Мароша? Такая, что у вас еще есть? Ну и вон там в яйце у нас было пополнение, когда мы приехали. Ай. Пока мы ездили на рептилию, а мы только что приехали вообще. А я уже все время открываю и смотрю. Вон кто тут вылупился из этого яйца. Такая кожура толстая, как он ее проломил. Вообще. Привет. Вылезай. Это сыр с плесенью. Ребенок с сырочкой плесени вылупился. Настоящий. Настоящий гигантский бананоед. Ничего себе. Еще яйца было два, но это заплесневело почти сразу. Не знаю, что-нибудь. Ну, вряд ли оно живое. На всякий случай. А это буквально два дня или три дня назад снесли. Точнее, вот 5 июня. А это было 28 марта. Тут столько лежало яйцо в инкубаторе в этом. Я даже не верила, что кто-то там есть, но там оказался. Да, Мароша? Игорь Негода. Игорь Негода.